Вы очень умный, образованный человек, тонкий человек. Вы много читали, много классических произведений переварили, много анализировали, общались с очень умными людьми в течение жизни. Вот приходится слышать, что у русского народа рабский менталитет. Что Россия страна рабов. Что ничего здесь никогда хорошего не будет из-за этого рабского менталитета. Это так или нет? Это вопрос сложный. Я боюсь кого-либо обидеть. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, я вам приведу маленький пример. Вы знаете, было такое выражение «красный пояс вокруг Москвы». Да, конечно. Возьмите карту, дореволюционную карту. Карту, на которой показана граница крепостничества в России. Брянск, Воронеж. Вот это все. И наложите на нее красный пояс. Один к одному. Как интересно. Почти очертания красного пояса – это очертания границ, где внутри которых было крепостное право. Как известно, на Украине не было крепостного права. В Грузии, за Уралом не было. При Балтике не было. И в северных районах России тоже не было. Только вот центральная часть. Чичиковы там всякие, да? Маниловы и помещики и так далее. Вот эта центральная часть является красным поясом до сих пор. Ну, до сих пор я не знаю. Но была во времена Ельцина. Она сопротивлялась той свободе, которую мы пытались дать нашему. То есть, это гены, правда? Да. Воспитаны еще вдобавок товарищам Сталина. И ничего с этим сделать нельзя, как вы считаете? Можно. Я считаю, что гигантский долг лежит, обязанность, прежде всего, конечно, на руководителях страны, на президенте и на его товарищах, помощниках. Эта роль я могу сравнить в какой-то степени с ролью Моисея, который водил евреев по пустыне, по маленькой этой пустыне 40 лет или 20 лет, чтобы сделать из них свободных людей. Такова же роль и президента. Но плюс к этому, конечно, работники культуры, всего спектра культуры, от архитектуры до актеров, должны чувствовать, что любое их появление, любое их произведение должно быть пронизано правдой. Не демократической или анти... Оно должно быть искренним. Искренним. Субтитры создавал DimaTorzok